Вокал-соло, вокальный ансамбль, хореография и оригинальный жанр. Все как на обычных конкурсах художественной самодеятельности. Первыми вступили поединок представители восточной зоны. Нижникамск, Казнакаево, Высокая гора, Лаишево, Зеленодольский, Казанский. Финальный этап в декабре заставит посмотреть на свои способности по-новому и заодно удивиться скрытым, возможно, талантам своих коллег. Впервые судебная система Татарстана заявляет о себе как источник интересных творческих возможностей и кузницы культурных кадров. Судья, судейские, это не просто функция. Это такие же люди, которые имеют и свои интересы, хобби, увлечения. Поэтому я рад тому, что наше судейское сообщество так дружно откликнулось на это мероприятие. Выставили столько команд с каждого суда. И раз, два, три, четыре. Юлия Камалова, представитель Нижникамского суда, готовит цыганочку с выходом. А председатель Менделинского суда Рашид Кашапов меняет профессиональный наряд на прикид озорного деревенского парня. Вновь в руках гармонь, которую первый раз взял в руки еще в пятом классе школы. Мы хотим показать характер нашего суда, а именно, что мы такие заводные, как цыгане, цыганской открытой душой. Коллективы друг друга узнают это. И среди судов столько людей, столько талантов. Фестиваль только набирает обороты, но представители судебной системы знают, каков регион окажется наиболее сильным в том или ином жанре. Окончательный вердикт вынесет строгое жюри. Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире. Помните реплику одного из киноперсонажей? Пока своих коллег судят единомышленники. А вот на финале в жюри появятся профессионалы по вокальному и хореографическому мастерству. Тогда разбор полетов пройдет по гамбургскому счету. Творческий конкурс придумал совет судей Татарстана. Поначалу служители Фемиды, говорят, были изумлены, узнав о предстоящем культурном поединке. А теперь просто вошли во вкус. Иного быть и не может. Дмитрий Пивоваров, Альбина Галиева, Рустам Кадыров, Артур Довлекаев. Эфир 24.